Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа, как всегда, в Доверем по субботам, 985-970-4945. Это смски, впрочем, пишите нам также на YouTube, на Латынина ТВ, это мой собственный, или на YouTube Эхо Москвы, где тоже идет эта передача. Журналист Архан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, убитый в Центрально-Африканской республике, Куда они приехали снимать репортаж о деятельности вагнеровцев, собственно, это засветило эту тему, потому что было хорошо известно, что вагнеровцы есть в Сирии, но было мало известно, что уже некоторое время, особенно после поражения под Дейрозором, еще за некоторое время до этого, как бы бригада вагнера переформатировалась, судя по всему, у нее изменился статус. Конечно, лучше говорить о вагнере, как о зонтичном наименовании для целого ряда военных компаний. Кроме этого, сменился фокус операции, они действительно стали много работать в Африке. В этом смысле, конечно, те люди, которые убили журналистов, были очень близоруки, потому что никакой фильм, снятый Расторгуевым, не мог бы так засветить операции вагнеровцев в Африке, как их засветило это убийство. А, собственно, до этого было мало сведений. Вот политолог Александр Квинев три месяца назад сообщал, что видел в ЦАР Центральной Африканской Республики людей в военной форме с нашивками, нам нужен мир желательно весь. Жили они как раз в резиденции бывшего императора Бакасы, тот самый, который кушал человечину. И, собственно, что делали журналисты? Они туда прилетели, прилетели по туристической визе, почему-то по этому поводу страшно возмущается сейчас российский МИД. Вместо того, чтобы возмущаться убителями, они почему-то возмущаются, что журналисты прилетели по туристической визе. Хотя им бы аккредитацию, конечно, не дали, про вагнеровцев так. Так вот, значит, прилетев, они приехали на базу вагнеровцев, совершенно в фантастической причине их туда не пустили. Вдумайтесь, им потребовали аккредитацию местного Минобороны. Ну, это как-то даже оскорбительно для российского величия. Вот есть вагнеровцы, которые охраняют местного этого царька, президента. Он профессор математики, у него две жены. Ну, вот всё, что вы хотели знать о местных профессорах математики. У них две жены. А вот, конечно, он мало что-то контролирует в стране, но можно сказать, что его контролируют вагнеровцы полностью. То есть вот та власть, которая есть в стране, та власть контролируется вагнеровцами. И, значит, вот эти вот крутые русские мужики, которые, значит, в саму Африку приехали, вдруг смиренно говорят, слушайте, вот нет, мы, конечно, вас, русских журналистов, соотечественников, не можем пустить без аккредитации местного Минобороны. У меня возник вопрос, а местные Минобороны умеют писать? Может быть, эту аккредитацию нельзя получить из-за технической невозможности? Или там отсутствие бумаги? У них бумага, кстати, есть, потому что, вот, извините за цинизм, патологоанатомов у них нету. Да там тела вскрыть невозможно за отсутствием патологоанатомов. Бумага у них есть. Ну ладно, на следующий день журналисты отправились за 400 километров на встречу с голландцем Мартином из ООН Фиксером. Их у нас водитель, который есть в базе данных французских журналистов, то есть этот водитель уже раньше кого-то возил и обошлось без трупов. У них с собой была дорогая аппаратура, 8,5 тысяч баксов наличными. Они были убиты в 23 километрах от городка Сибирь, и они отклонились при этом от маршрута. Это важно. А, кстати, вот о городе Сибирь. Почему-то наш МИД заявляет, что, значит, вот они были убиты в месте, где нет никакого российского военного присутствия. Это странно, потому что в докладе группы экспертов ООН по ЦАР, опубликованном 23 июля этого года, можно его найти на сайте ООН, как раз говорится, что российские инструкторы дисфорцированы в том числе в городе Сибирь. Вопрос, кто их убил, есть два ответа. Один банальное обрабление. Возможно, вполне, потому что в Африке цена человеческой жизни равна нулю, тем более цена жизни белого, в котором есть деньги и нет крыши. Ну и другой вариант, что на базе вагнеровцев, той самой, где они были накануне, их любопытство не понравилось, потому что я напоминаю, что, собственно, то правительство не контролирует Центрально-Африканскую республику, но то, что оно контролирует, оно контролирует через вагнеровцев. Учитывая, что наемники ЧВК отличаются от местных ополчений разве что цветом кожи, и, конечно, нельзя сказать, что в Донбассе цена человеческой жизни равна нулю, но она невысока, ну, тут две копейки. А подмигнуть местному и дать пару наводку, там, дать наводку была пара пустяков. Какой вариант правильный, мы пока не можем говорить, но я хотела бы обсудить некоторые вещи, которые уже становятся ясны. Первый, это, конечно, тот этот самый водитель, который жив-здоров, даже не ранен, который сам объявился у властей. Он утверждает, что автомобиль попал в засаду, что вот трое белых были расстреляны, а он, водитель, уцелел и сумел сбежать. Ну, я должна сказать, что это враньё, но с учётом того, что водитель всё-таки был в базах данных, и до этого кого-то возил, и обошлось без тропов, ну, скажем, это не 100%, это 99,9% в периоде, потому что, ну, вы представляете себе эту картину? Африка, джунгли, дорога, если это можно назвать дорогой. Автомобиль, по нему начинают стрелять из засады. Кстати, мы не видим, что мы по автомобилю стреляли из засады, потому что вот те снимки, которые есть, видно, что стреляли очень прицельно. Пассажиры мертвы, водитель жив. Но такого не бывает, потому что первым из засады стреляют по водителям, и мы видим, что почему-то со стороны водителя всё цело. Если водитель после такого жив, значит, всё, что он рассказывает враньё, и он завёл пассажиров в ловушку. Не всё это, пошли дальше. На следующий день после того, как водитель нам рассказал про то, что оказалось, что он жив, водитель рассказывает ещё более потрясающие подробности. Оказывается, троих белых убили 10 людей в тюрбанах, которые говорили по-арабски. А он водитель сумел сбежать. Что? Люди, которые говорят только по-арабски? В Центральноафриканской республике? Но понимаете, если бы сказал, что они при том опознал людей из Чада или из Суданы, они говорили на каком-то местном наречии. По-арабски? А почему они по-сириусовски? Почему они инопланетяне? Да? Вот каким образом эти арабы телетранспортировались в джунгли за 4000 км от Сирии? Прилетели на космических чёрноках в ЦРУ? То есть, ещё раз, представьте себе, это вживую Центральноафриканская республика. Саванна, Саванна, джунгли, река, крокодила, местные племена, целочвайческая жизнь и ноль. И каким-то образом через все эти блокпосты, на которых убиваются копейку, телетранспортировались вот эти вот люди, которые говорят только по-арабски. И всё для того, чтобы только замочить россиян. Белых эти страшные арабы убили. А чернокожий водитель сумел сбежать. Ещё не всё, идём дальше. Да, машина отклонилась от маршрута. Я обращаю ваше внимание, что Арханжемаль был человек опытный. Он был, конечно, адреналиновый наркоман. Это был человек, который после войны с Грузией рассказывал, что война это такое замечательное место, где можно остановить автостопом вертушку, сказать, подбрось борта. Но, как и всё хорошее в жизни, война рано или поздно кончается. И этот человек побывал на половине войн, которые велись вокруг СНГ, и очень жалел, что не побывал на остальной половине, два раза был ранен, но он уцелел. И он знал способы предосторожности. Он знал, как болтать на этих блокпостах, как объяснять, что вот парень, если ты меня сейчас застрелишь, да, конечно, ты три копейки получишь, но вот если ты меня не застрелишь, а наоборот пойдёшь со мной, то, значит, вот завтра твоему брату, который беженец в Голландии, придёт, не завтра, а вот прямо сейчас придёт такая-то сумма на счёт. Да, то есть обратите внимание, что Аркан знал, как себя вести, и то, что машина отклонилась от маршрута, это, скорее всего, водитель. А ещё самый главный вопрос. Представьте себе, пассажиры мертвые, водитель жив. Сейчас неважно почему, значит, пассажиры большие шишки, белые люди, их кибель точно вызовет кучу вопросов. Поднимается буча, приезжает он шмонно, посольство белых дван встаёт на рога, требует наказать виновных. Что делает водитель? Правильно, он убегает в джунгли, в лагерь беженцев. Там два миллиона беженцев. Да там следов не найдёшь, документов нет. Пойди пойми, убили, украли. Потому что ясно, что первый, кого подозревают в своём части, это сам водитель. От него полицейские потребуют половину награбленного. Зачем сдаваться им в руки? Плюс там посольство больших белых шишек будет стучать сапогом и требует наказать виновных. То есть что получается? Водитель знал, что власти не будут к нему приставать после этого фантастического рассказа. Он знал, что вот эти самые большие белые шишки не будут по какой-то причине стучать сапогом, то есть будут для вида, а так нет. Дальше самое главное, зачем вообще убивать? Да, вот хорошо спланированная операция с участием, судя по всему, водителя. Пассажиры высажены. Зачем убивать? Почему не взять в заложники и не попросить миллионы долларов? Это же действительно обычный почерк исламистов. Взять заложники. Вот целбоко харам в соседней Нигерии берет заложники. Самарийские пираты идиоты, идиоты, и знают, что не надо резать маяков на захваченном сухогрузе, чтобы вытрясти у них из кармана последние 20 центов. А да, надо взять их в заложники и попросить миллион. Сейчас водитель это значит вешает на исламских боевиков, но как у нас Кадыров рассказывал, что убийство Немцова виноваты злые силы с запада. Но вот тут мы можем точно сказать, что исламские боевики ни при чем. Особенно если учесть, что, кстати, Арханжемаль, между прочим, как раз был становником не только российского, но и всемирного халифата. Как-то, получается, своего замочили. Самый еще важный вопрос, а как получается, что водитель не боится, что ему будут мстить? Как я только что сказала, россияне, она из самых влиятельных, если не самая влиятельная военная сила в ЦАР. Да? Вот как? И у них замочили их соотечественников. Как же он не боится, что его возьмут, вытрясут кишки и скажут, говорит, кто убил? И вот этот мэр города, который повторяет, или там заммерок, который повторяет за ним про этих самых боевиков арабских, он как-либо боится гнева страшной России. Ведь у нас наш МИД хлябом не корми, дай защитить права с отечественник за рубежом. А как только, значит, какой-нибудь летчик перевозит кокаин или какой-нибудь будь торгует оружием, значит, сразу МИД у нас на защите интересов этих людей. А тут, значит, получается, местные приматы за аппаратуру замочили русских, и как-то вот местные не боятся публично рассказывать всякие враги, а МИД почему-то их повторяет. Теперь я обращу ваше внимание на следующее. Я не знаю, было это убийство случайным или не случайным. Я еще раз, да, ничего не исключено, потому что в ситуации, когда цена человеческой жизни ноль, логика не работает. А может, действительно, владетель имел основание считать, ему приказали, он считал, что у него надежная крыша, и он имел основание думать, что вот эти вот страшные вагнеровцы, от которых дрожит Центральная Африканская Республика, и Великая Россия, которая ценит отстаивать права своих граждан за рубежом, в данном случае не почешутся. А может, он пятиюродный племянник местного браночайника. А может, он просто дурак. А может, ну, тоже одна тысяча процентов, что его оставили в живых из расовой солидарности, а белых убили. Но, что я знаю, я вижу, что у нас просто началось вот повторение его росказней, что у нас просто один за другим СМИ перепечатывали, что там российских журналистов убили люди, говорящие по-арабски. Да, и это писали не только там всякие кремлеботы из методичек. Это писала там уважаемая мной Медуза, это писала уважаемая моя Ньюс Руко. И вот здесь я не к следакам обращаюсь, а к коллегам-журналистам. Ребята, нельзя повторять как новость росказни людей, которые почти наверняка причастны к убийству. Нельзя считать киллеров источником информации. Ну, нельзя некритически воспроизводить такие показания очевидца, потому что это какое-то невероятное свидетельство падения качества потока информации. Потому что, знаете, ну с таким же успехом вот киллер Политковской Махмудов, да, он может встать и сказать, знаете, вот я лично видел, я был с ним в лифте, или убили 10 агентов ЦРУ, они говорили только по-американски, один из них даже потерял свою карточку. И да, мы что-то уже скажем. Ой, слушайте, это показания очевидца, он там был, он видел. Если вы мне скажете, что, ну это же ньюс, а мы обязаны ньюс давать, стоп, мы, журналисты, знаем, что делать с фейк-ньюс. Да, и когда, допустим, в эфире появляется Миша Леонтьев и демонстрирует Боинг размером 2 километра, мы же не говорим, ну это же ньюс, надо давать этот ньюс. Значит, окей, водитель нам рассказывает, что значит это оставшийся в живых, что значит это была засада, и засады говорили про-арабский. Очень хорошо отдаёте тот же комментарий у африканиста, который вам скажет, что это местный бизнес, когда водила привозит своих пассажиров под расстрел. Возьмите комментарий любого опытного следака, который тоже вам скажет, что первое, что надо делать, это допросить такого, с позволения сказать, свидетеля. Потому что человек последним видел журналистов в живых, и рассказывает, что вот это были люди из Сириуса, прилетели, вообще инопланетяне в челноках. Нет, мы не можем исключать, что это был обычный бандитизм в стране, где цена человеческой жизни даже дешевле, чем на Дабасе. Но мы можем посмотреть, что будет дальше, потому что если вагнерцы, разозрённые тем, что на них падают подозрения, потребуют выдачи водителя, просто вытрясут из него имена и найдут убийцу, это будет одна история. А если наш следственный комитет будет кивать головой и искать десятерых орлов в тюрбанах, это будет история другая. Ещё несколько вещей, о которых я хочу рассказать. Да, вот всё первое, что я хочу заметить, вот то, что говорю сейчас я, должна говорить, конечно, не Юля Латынина, а МИД, вот тот самый грозный, который, как я сказала, всегда защищает российских граждан. Он должен сказать, ребята, мы великая держава, вы же великая держава, да, значит, погибли наши сограждане, в джунглях убили их какие-то бандиты. А местные приводы нам рассказывают про, значит, говорящих по-арабски бандитов. Требуем немедленно выдать России этого шофёра, требуем присутствовать на допросе, иначе это ультиматум, иначе мы вот заберём своих вагнерцев из вашей центрально-африканской республики, и что будет дальше с вашим президентом. И помните, значит, вот знаменитый анекдот, да, про то, как дипломатические ноты пишутся, да, там, что в МИДе учат, а в МГИМО, да, что да, говорит профессор, всё правильно, только вот нахрен пишется раздельно, а другое слово пишется вместе. Вот это тот случай воспользоваться великим и могучим русским дипломатическим языком. А вместо этого наш МИД в лице Марии Захаровой спешит опровергнуть какую-либо возможную связь между убийством и вагнеровцами. Слушаю, читаю эту околесицу относительно расследований про ЧВК в цар, пишет она. Значит, госпожа Захарова, да, почему вместо того, чтобы потребовать выдачи соучастников убийства, значит, рассказывает нам, что все подозрения в адрес Вагнера – это абсурд. Вообще, знаете, заметьте, что когда вообще нечего сказать и вообще нечего провернуть, тогда последний аргумент – да нет, это же околесица, это даже смешно рассматривать. А вообще-то как-то, и не кажется, что это вам вообще позорно. Вот там плохая мы или хорошая страна, мы уж точно классом повыше, чем вот это вот бывшее родовое гнездо людоеда Бакассы, где самый высокий небоскреб из салона построенной смешанной с помёдом. И вот тот МИД, который защищает права граждан, а тут такое ощущение, что сейчас МИД, готов обратиться в СК, чтобы они посмертно привлекли этих негодяев к ответственности за то, что они приехали по туристической визе. И вместо того, чтобы допрашивать соучастников убийства, допрашивают замглавы ЦУР, Центра управления и расследования Анастасию Горшкову. Несколько часов допрашивают. Такое впечатление, что вот только не хватает, чтобы водитель сказал, что да, он там ещё и Горшков увидел. Это она была в тюрбане и говорила по-арабски. И Следственный комитет прям заведёт дело и скажет – раскрыли. Ещё одна удивительная, конечно, это реакция всех этих троллей, псевдосми, потому что их реакция такая по методичке. Убийство журналистов – хорошо спланированная провокация, дело Скрипаля размаивается, нужно создать повод для давления на Россию. Ребят, о, наварять шапка горит, ещё никто не сказал мяу. Ещё раз, это действительно не случай, как с отравлением Скрипалей. Там каменный век, там цена жизни равна нулю. Это не тот случай, когда смешно сомневаться. Чего же вы уже пупки надрываете? Мы уже ничего не знаем, а тролли уже знают всё. А теперь, собственно, я думаю, что я много буду говорить об Африке в этой программе, потому что на самом деле ничего важнее нет. И я одну честную вещь скажу, что само в себе время белого человека не вызывает у меня никакого отторжения. Я колониалист. Я считаю, что прекращение колонизации Африки, западной цивилизации было несчастье. И для западной цивилизации, которая сейчас имеет эту Африку возле Нотр-Дама, и для самой Африки. Потому что запад – это не географическое, не национальное, не расовое понятие. Запад – это образ жизни, при котором человеческая жизнь, например, имеет стоимость. Потому что, например, в Африке всегда было распространено рабство. И этими рабами торговали. Вот очень часто мы все помним, что европейцы были рабовладельцами. Это, как бы сказать, европейцы были не единственной цивилизацией, которая практиковала рабство. Зато европейцы были единственной цивилизацией, которая отказалась от рабства. А в Африке это самое рабство продолжало и продолжает существовать. Вообще целая империя разрушителей, она так называлась царство Розви, кончилась в XIX веке потому, что козлы кровавые колонизаторы англичане запретили работорговлю. И, соответственно, у местных экспортеров, местного раб сырья, это дело накрылось медным тазом. В Африке сейчас и в XIX веке был распространен геноцид. Вы скажете, что за годы бы с Холокостом и ГУЛАГом помолчать? Ну, ответ, что Холокост воспринимается как чудовищное исключение. Даже ГУЛАГ многие считают чудовищным исключением в России. Ну, не считая поклонников Сталина. А в Африке это норма. Вот, соответственно, андебели в конце XIX века занимались штукой, которая называется амфиканией. Это, собственно, и есть геноцид. Это когда вы уничтожаете всё взрослое население, всех самцов. А самок берёте себе на постель, детей превращаете в рабов. Два миллиона человек было убито при не такой большой плотности населения в этот момент в Южной Африке. И, собственно, как раз у андебеля произошёл конфликт на почве чего с кровавыми белыми, которые тогда пришли Африку колонизовывать, которые стали защищать шонок, которых андебели резали. Да, и вот теперь как-то, вот слава богу, после того, как кровавые белые со своим апартеидом, значит, апартеид прекратился в Южной Африке, там теперь традиции амфикани вернулись. Режут как белых, так и чёрных. И в ответ на вопрос, о чём же режут белых фермеров, ответ – это проклятое наследие колонизаторов. А это как в Африке было распространено людоедство. Бокас ведь не исключение съесть пигмея во многих странах до сих пор. Ну, пигмеев не считают за людей. Кстати, обезьян едят. А обезьяны, в общем-то, животное с большим мозгом. У шимпанзе уровень интеллекта четырёхлетнего ребёнка. Я не думаю, что бы стали есть. И всё это было и в Европе. И ели людей, и резали, и рабы были. И это было там или сотни, или тысячи лет назад. Но в Европе это кончилось. И на это смотрят с ужасом. А в Африке это великие традиции предков, которые, наверное, сделали бы африканцев великими, если бы не кровавые европейцы, которые тут дороги строили, вообще головы варить запрещали. И вот напомню, что в результате колонизации как раз в конце XIX-начале XX века Африка стремительно развивалась. Родезия была процветающим государством, житницей Африки. Кстати, в Родезии не было апартеида. В Родезии белые обучали чёрных. А вот сейчас, после того, как колонизация кончилась, Родезия превратилась в Зимбабве. И Роберта Мугады там, правда, свергли, но вот Зимбабве-то осталась. Или вот апартеид в ЮАР кончился, только никто не замечает, что он не кончился. Что апартеид и расизм там есть много, государственный. Только теперь это называется Black Economic Empowerment. Экономическое усиление чёрных. В котором, да, благодаря политике Black Economic Empowerment диктуется, сколько чёрных должно быть в руководстве компании, да, и сколько, значит, должно быть сотрудниками. И поскольку в результате всего этого стандарты чудовищно упали, то оказывается, что Илон Маск почему-то, вот он не в Южной Африке, вот он уехал в Америку. Я должна честно сказать, что вне зависимости от моего личного отношения к господину Прибожину, а я как-то не сомневаюсь, из-за кого у моей мамы проблемы с лёгкими, и из-за кого мне пришлось ехать из России, конечно, частная военная компания – это наилучший способ колонизации Африки. Собственно, мощь европейской колонизации системы была связана, что она была частная, а Цепель и Грим – это была частная инициатива. Кортес был, де-факто, частной инициативой. Вот африканские компании начала XX века, британские, именно были частные, именно поэтому у них были такие фантастические успехи. И, собственно, точно так же, как самая эффективная морская пушка-коронада стояла сначала на частных кораблях, а также и первое применение пулемета «Максим» было именно частными военными компаниями, потому что официальные войска поначалу отказывались ставить его на вооружение. Перерыв на новости. Добрый день. Я опять Юлия Латынина. Код доступа я говорила о присутствии ЧВК Вагнера в ЦАР. Я, конечно, понимаю, что Пригожин не сесил РОЦ, и что сесил РОЦ дома Ольгинскими не руководил. И я, конечно, понимаю, что за ЧВК Вагнера маячит государство, но я реально считаю, что в этой ситуации гораздо больше плюсов, чем минусов, потому что, а, это делается частной инициативой, пусть за этим маячит государство, но, значит, у Писара тоже была поддержка государства. А, извините, при этом происходит изъятие люмпинов и маргиналов из российской популяции, грубо говоря, тот человек, который да сейчас воюет в Африке, вот он не делает того же самого в Ростове-на-Дону. При этом понятно, что у Писара и Кортуса тоже участники отряда, были не ученики воскресных школ. Это хороший способ по переработке, будем говорить, отрицательных членов общества в положительное оружие внешней экспансии. Это такое оказачивание. А вот что делал казак Ермак в Сибири? У нас что же самое было в Сибири? Мы не завоевали бы Сибирь с помощью государства, мы ее завоевали ничтожными силами, именно потому, что это была частная инициатива, никакой бы мы Сибири не видали, если бы не казаки. Так что вот опять же, это такие новые казаки, если вы думаете, что у Ермака Тимофеевича они были поприличнее, ну опять же, да, будем исходить из исторических реалий. Это в любом случае полезнее, чем вмешиваться в американские выборы, потому что вмешательство в американские выборы – это только минусы. А здесь я не вижу минусов, я вижу одни плюсы, что советников мало, но, знаете, у писара сколько было человек? 160. Хватил на все им первеньков. Так что, в принципе, я за. Одно у меня существенное возрождение, потому что если колонизация, она происходит успешно, только если вы приносите с собой принципы более высокой цивилизации. Это не значит, что вы должны ходить в берег перчатках, но это значит, что вы своим примером должны демонстрировать преимущества, строить дороги, университеты, а вы должны заставить представителя другой цивилизации думать, что я должен сделать, чтобы стать таким же. Ну, а вот если мы перенесемся в реальность и посмотрим на контингент Ваннера, вот только что была в новой эпизете замечательная статья о людях, которые в Донбассе сидят за грабежи и убийства, за мародерство, за визнью местного населения, вот они или сидят, или едут искупать у Ваннера. Но и вопрос, а они чем отличаются от местного населения? Цветом кожи? Это как раз самое несущественное различие. Вот цветовая дифференциация штанов, как и кожи, это ноль. Вот я не уверена, что они отличаются уровнем отношения к человеческой жизни или там цивилизации. Вот европейская, а для неё римская колонизация, чем отличалась от всех предыдущих завоеваний? Ровно тем, что это был приход более высокой цивилизации. Вот пять тысяч лет до нашей эры была такая варнинская культура, совершенно фантастическая, на Балканах, которую, кстати, вырезали дотла наши с вами предки-индоевропейцы. Вот нельзя сказать, что пришла более высокая цивилизация. Или там были шумерские города, пришёл в 2300-х годах Саргон Аккадский и засеял эти города солью. Нельзя сказать, что это была более высокая цивилизация. Была там потрясающая среднеазиатская культура, смесь буддизма, манихейства, христианства, которая процветала в VII веке. Пришли арабы, завоевали. А ещё несколько веков, пока регион не стал полностью исламизированным, продолжался потрясающий расцвет этой культуры, потом она начала деградировать. Вот никак нельзя сказать, что принесли более высокую культуру. И до сейчас этот регион не в очень хорошем состоянии. Вот у меня есть такой замечательный пример середины XIX века. Колонизаторы высадились на островах мирных Мариори в Тихом океане и всех убили и съели. Вы скажете, как съели? А потому что колонизаторы были Маори. Маори были людоеды, они получили от европейцев ружья. И знаете, с ружьём дело людоедства пошло значительно круче. Вот от всех этих завоеваний колонизация отличалась не тем, что она была такая в белых перчатках. Убивали европейцев много. А тем, что культура, которая шла на смену, была более высокой. Как я сказала, это было дважды в истории. В Риме и в Европе. Составляющая это заставляла завоеванные народы не только покоряться силе, но и думать, а что нам надо сделать, чтобы стать такими же, как они. Мы какую цивилизацию представляем в данном случае в царь западный, так мы сами говорим, что мы не запад, что мы уникальные, духовные, что вот сидим посреди грязи, зато у нас дворцы чиновников, вороется всё, сажаем за репосты, и местные папуасы нам скажут, что мы ещё духовней. Да, мы, конечно, вы развиваетесь в правильном направлении, но мы впереди. Вы уже достигли того блаженного состояния, в которое вы только стремитесь. Вот, может, это сказать, тот там советников-то посылают на стажировку? Да, мы ещё смотрите, как многого не умеем. У нас ещё правители людей не едят. Как далеки мы от состояния истинной духовности? Вот очередной казачий атаман Андрей Доценко пообещал создать всероссийский единый реестр врагов народа. Так в царе-то уже есть, у них врагов народа истребляют целыми селами, правда, что-то это счастье не приносит. Они передовые по сравнению с казаком Доценко. Мы что можем предложить? Идея русского мира? Ну, понятно, что мог Запад предложить в XIX веке, да, торжества левого истеблишмента, идею цивилизации. Понятно, что может предложить Ислам, примей Ислам, станешь нашим братом. А что мы можем предложить? Станьте русскими. Собственно, возвращаясь к тому, как устроена Африка. Как там сейчас устроена экономика? Очень просто. Как я уже говорила, раньше были рабы главный экспортный товар, а теперь они открылись в медном тазе. Собственно, рынок рабов остался, но он очень маленький, домашний, ну, плюс разные страны типа Саудовской Аравии. Вот у меня есть книжка, женщина, которую зовут Менденазер, ей 19 лет было, она росла в Судане, когда на её деревню напали работорговцы. Вы не ослышались, это процветающая отрасль экономики в Африке до сих пор. Старших убивали, 12-летнюю девочку на продажу, продали её саудовским дипломатам, и эти прекрасные люди приехали в Лондон представлять там саудовские духовные скрепы. Как вы понимаете, девочку били, ну, что с ней делали, всё понятно, а при этом объясняли, что за дверь не ногой, потому что там вокруг страшные неверные, они с тобой такое сделают. Девочка долго верила, потом сбежала. Но вот если не считать таких случаев, всё-таки, да, как я уже сказала, работорговля больше не является крупной отраслью экономики, а крупной отраслью экономики, которая позволяет существовать местным элитам, является добыча полезных ископаемых. Вы скажете, а как же добывать их без техники? Ответ очень просто. Если цена жизни равна нулю, вы рабов загоняете в катакомбы, а вы на получившиеся покупаете мерседесы, наркотики и автоматы, чтобы убивать рабов, тех, кто не хочет работать в шахтах. Вот есть мой любимый пример, есть такая соседняя стародержава Конго. Она себя сама считает колтановой сферодержавой. Колтан – это такая штука, которая очень нужна для производства батареек. И Конго долго объясняла, что все их гражданские войны и всё их людоедство происходит потому, что вот какие-то кровавые западные корпорации, они очень хотят овладеть источниками колтана. А потом кровавые западные корпорации договорились и сказали, вы знаете, нам вообще конголезский колтан не нужен. И оказалось, что, собственно, это не кровавый запад не может существовать без колтана из Конго, а это местная элита не может существовать без денег, которые западные корпорации платят за колтан. Ну, это напоминает одну известную нефтяную сферодержаву. Так вот, что такое цар. Это проблема, да, это даже не фейд стоит, распавшееся государство. Это вот следующая стадия, когда в трупе распавшегося государства завелись черви. И проблема, собственно, цар и других африканских государств заключается в том, что государства-то нет. Нет материала для государства. Есть материал для геноцида. А потому что там никогда не было государства. Потому что там были племена. Собственно, когда это человечество, всё проходило через этот процесс, превращение племён в государство, это был не аппетитный процесс. Он обычно сопровождался геноцидом, как у Саргона, и последующим цивилизованностью. И вот, собственно, протяжённые государства, они появились когда? А когда люди научились выращивать зерно? А что такое зерно? Это запасы. А что такое запасы? Запасы – это что можно ограбить. А вот в некоторых местах земного шара, типа Новой Гвинеи или Африки, нечего было грабить. Не существовало способа построить крупную армию, потому что с чего она будет кормиться. А война не окупалась. Потом пришли французы, завоевали. Французы, кстати, были вообще чокнутые. Да, вот это их фротернате и галите. Я не знаю, знаете ли вы, что у них система бесплатной медицины первыми они построили её как раз в Африке. Другое дело, как, конечно, качество этой медицины. Ну, в общем, после того, как французов попёрли, там с тех пор сложная бакаса. Так, собственно, вот именно тот самый процесс формирования государства, который, условно говоря, на Ближнем Востоке протекал 4,5 тысячи лет назад, и который всегда, к сожалению, в конечном итоге сводится к тому, что одно племя ассимилирует, вырезает и порабощает другое, и усугубляемый тем, что нет экономической базы для того, чтобы это государство построить. Там эндемическое место обитания человека. А знаете, что такое значит, если человек эндемик? Это значит, что у него там есть паразиты, такие, о которых вы в умеренном климате и не слышали. Вы знаете, что такое шестостомоз? Это паразитический плоский червь, он распространяется с пресной водой, особенно хорошо он распространяется, если вода заражена трупами, что сейчас в ЦАР где-то 3% воды не заражены трупами. Вот этот червяк равнажается в человеке, в желудке, в печени, в мозгу, потом всё это выносится скалой массами обратно. Значит, там очень популярна фрамбезия. Это вариант проказы, который там тоже есть, плюс жёлтая лихорадка, спид, туберкулёз, опять же, сонная болезнь, слоновья болезнь. Это тоже в одном случае паразит трепаносома, в другом случае ещё один червяк. Вообще, знаете, вот государство, это такой паразит, который постепенно научился сосуществовать хозяином. А в Африке он ещё не научился. И последний раунд вот этого пара государства начался в 2013 году, когда мусульманское меньшинство Центральной Африканской Республики, они где-то 15% населения, они вышвырнули предыдущего президента, заняли столицу, в которой они были меньшинством, началась ревня там во имя Аллаха. При этом надо заметить, что большая часть, значительная часть этих убийц, не завершалась с детьми. Потому что, знаете, вот часто западной глупой цивилизации считается, что ребёнок должен повзрослеть, идти в школу. А что на самом деле такое мальчик 12 лет? Это молодой сынец, который хочет себя утвердить. И вдруг ему дают автомат. Представляете, что такое 13-летний мальчик с автоматом? Ведь дети, на самом деле, самые беспощадные существа в мире. Они инфантильные существа в прямом смысле слова. Вот что такое, в чём была сила культурной революции Мао Цзэдуна? В том, что вот этим детям, которые хотят самоутвердиться, с их неокрепшей психикой, он дал возможность плевать и унижать учителей. А в Африке им дают возможность стрелять. И, кстати, в 2013 году мусульманское меньшинство страны устроило переворот, начало резать всех, кто не был мусульманами, и просто всех, кого можно было ограбить. И, конечно, как я уже сказала, на Ближнем Востоке примерно так и происходил процесс образования государства. Ну, разве что не участвовали в нём 13-летние дети, потому что тогда ещё не было автоматов Калашникова. Как я сказала, Бог сотворил мальчика и мужа неравными, но автомат Калашникова уравнял шансы. После этого переворота он как-то удивился. Даже ввело миротворцев. Часть их были французы. Президент Исламский был вынужден распустить своих головорезов. Они звались Нарсилека. И тут началось самое страшное, потому что эти головорезы продолжали резать, потому что они ничего другого не умели. И против них поднялось другое движение, которое сейчас называется антибалака. Это местные отряды самообороны, очень интересные происхождения термина. Дело в том, что лака – это местное название самого известного экспортного товара СССР, то есть автомата Калашникова. Антибалака – это носители магических амулетов, которые спасут тебя от пули Калашникова. Самой известной публичной общественной церемонией антибалака является сажение ведьм, причем можно избавиться ведьм от этого сажения, если заплатить инквизиторов, не очень большие суммы – 30-80 долларов. Вот примерно цена человеческой жизни. После этого в 2016 году, как я уже сказала, избрали вот этого профессора математики с двумя женами, президентом, как я уже сказала, «Все, что вы хотели знать о местных математиках, у них две жены. А все, что вы хотели знать о местном суде, к вопросу о колдовстве, в сентябре 2010 года Верховный суд в столице Бангурии приговаривает четырех человек за колдовство, один из них – мальчик 10 лет». И, в принципе, антибалака решили очень простую вещь. Они решили, что для того, чтобы обезопасить себя от мусульман, надо всех их вырезать. Что они, собственно, и начали делать? Замерясь ответной этнической чисткой. По поводу чего? Надо сказать, что вы редко встретите вот это вот простое описание, что сначала был мусульманский переворот, потом были антибалака со своими амуретами, потому что гораздо чаще вы встретите какую-нибудь Эмнистинтернешнл, которая сейчас там в ужасе пишет, что вот сейчас те десятки тысяч мусульман, которые вернулись благодаря нашим отчаянным усилиям, их либо обращают в христианство, либо они не могут публично исповедовать свою религию. Да, у меня по этому поводу простой вопрос. А может, не надо возвращать, если они уже убежали? Как я же сказала, царь – это место, где не хватает воды, где 3% населения имеют доступ к воды, потому что за годы резни источники загрязнены мёртвыми телами. Это страна, где ещё 10 лет назад 80% населения выращивали собственную еду, теперь 50% голодает, другие 50% что делают? Правильно, грабят те, кто голодает. Это тоже очень известный синдром, я бы называла его синдром 30-летней войны, потому что если фермера всегда грабят, как было в Германии в момент 30-летней войны, то что делает фермер? Он превращается в солдата, который грабит. Вот, собственно, если не считать тех жутких паразитов спида и всего, о чём я вам рассказывала, самая распространённая хворь сейчас – это или огнестрельные ранения, или повреждения от изнасилований. Кстати, почему насилуют в царь? Это очень эффективный метод ведения войны для обеих сторон, потому что, если девушка беременеет и становится ясно, что её изнасиловали, то она, вот эти вот несчастные люди, которым надо на ком-то выместить своё отчаяние, которым надо кого-то считать ниже себя, конечно, первым делом презирают эту девушку. 40 с лишним процентов детей хронически недоедают, из 4 миллионов населения половина сбежала, миллион сбежал к соседям в Конго, но вы представляете, что надо, как должно быть у себя в стране, если ты бежишь в Конго. Остальные живут в лагерях беженцев, и те люди, которые раньше существовали за счёт того, что они что-то выращивают, теперь существуют за гуманитарную помощь. И я сейчас скажу ужасную вещь, но раньше в таких ситуациях население вымирало. Оно вымирало, его продавали в рабство, оно разбегалось. И, конечно, это замечательно, что оно не вымерло, но проблема в том, что оно никогда на землю не вернётся. Оно будет сидеть на этом гуманитарном мешке до скончания века, и за этот мешок будет стрелять. А куда после всех этих несчастья и не имея чего жить, стали бежать люди в госпитале, а в госпиталях еда, в госпиталях лекарства, что стали делать правильно, госпиталя стали штурмовать. В среднем в 2017 году три раза за месяц врывались в больницы. Почему чистая экономика? Ну вот перед вами деревня, вы же её ограбите, а у меня никого нет. А в госпитале еда. Три нападения в месяц. Три с разбиванием там младенцев о камне, со стрельбой, как я уже сказала, сверявшие тоже не очень взрослые, там по 13 лет запросто. У кого сестру убили, у кому есть нечего. А цена жизни. Вот недавно в ЦАР было убито 78 человек и 72 ранено. Вы что, наверное, подумали, что там перестрелка была или там самолёт рухнул? Нет, там грузовик в ДТП попал. Грузовик. Вы представляете себе, как должны сидеть, как сельди в бочке люди, чтобы 78 погибло при перевернувшемся грузовике. Да, как я уже сказала, да, вот, как там Трамп сказал, shit for countries. Но это даже не shit for countries, это такое целое фильтрационное поле. Как я уже сказала, оттуда ушли даже миротворцы. Собственно, русские заняли освободившуюся экологическую нишу. И что на это может предложить Запад? Я вот не удержусь, я процитирую замечательный текст организации, которая называется Child Soldiers International, которая утверждает, что она помогает вот как раз малолетним детям, которых заветовали в солдаты. Она говорит, что вот мы очень переживаем по этому поводу, что значит, вот очень много малолетних детей в солдатах. И наш новый иллюстрированный буклет адресуется к этой проблеме. Вот, знаете, вот у мальчика убили сестру ему 13 лет, изнасиловали бабушку, допустим, это сделал Васильяк, он вступил в антибалак, повесил себе амулет, у него уже немножко снесло мозги. Да, вот кого-то, кто-то в рабстве у командира его использует как девочку, кого-то от этого, от убийства вставляет, и он режет горло, способ Запада бороться с этим наш новый иллюстрированный буклет. В этом смысле обратите внимание, что вот этот замечательный способ, якобы способ ООН и всех прочих международных бюрократических организаций бороться с этническими чистыми путём создания лагерей беженцев и распространения новых иллюстрированных буклетов как чистая порнография. Это не способ решить проблему, способ сделать её нерешаемой и потом долго на этой проблеме зарабатывать статус, сочувствие и деньги, потому что хорошо или плохо, но есть факт. А вот есть факт, что после того, как меньшинство мусульманское захватило в царь власть, оно резало и убивало, и доубивалось до создания вот этих отрядов самообороны. Что после этого целые мусульманские деревни были либо вырезаны, либо им пришлось бежать, и всё. И не надо возвращать ситуацию на круги своя. Потому что если вы вернёте этих людей, вы не достигнете этим ничего, кроме нового раунда насилия. Потому что они будут резать измести, и их будут резать измести. Точка. К тому же, извините, не то, чтобы эти люди там потеряли хорошие красивые виллы и богатые поля. На самом деле, единственный способ бороться со всем этим – это колонизация. это установление монополии на насилие. Даже если это монополия на насилие будет, так сказать, если это монополия на насилие будет у русских, да, это уже хорошо. К сожалению, я не думаю, что вагнеровцы с этим справятся. Но в любом случае, цинично говоря, буклеты, госпитали и гумпомощь, к сожалению, это не способ бороться с тем, что творится в Центральной Африканской Республике. И это, к сожалению, способ только это умножить. Это кажется им контрактуитивным. Ну как, ну вот тысяча людей сбежала, им надо помочь. А да, им надо там дать мешок с продовольствием. Но проблема уже заключается в том, что если вы даете им мешок, то за этим мешком приходит или селека, или антибалака. И все, вы сохраняете причину конфликта. И все, что делает современная вот эта система ООН, она сохраняет причину конфликта. Одна сторона должна победить. Все, что вы можете сделать, помочь проигравшим, это адаптироваться в другой стране. Еще раз, я понимаю, что, да, то, что я говорю, неполиткорректно. К тому же, как я уже сказала, европейская колонизация закончилась. В русскую колонизацию я не верю. И я немножечко верю в китайскую колонизацию, потому что китайцы, кстати, заметим, в отличие от русских, действительно, они только приходят с силой, но и представляют собой ту самую цивилизацию сейчас, которая строит дороги, строит университеты и является положительной силой. Всего лучшего. До встречи через неделю.